Доброе утро, друзья! Сегодня я так рано проснулась. Раньше будильника с шести не было еще. Вообще ночью как-то плохо спала. Два раза просыпалась. Я вчера рисовала два рисунка нейрографики. Видно, это все переживала в себе. Не зря говорят, что иногда не стоит рисовать на ночь, потому что не сможешь заснуть или будешь плохо спать. Видно, это бессознательно происходят какие-то процессы. Поэтому такая ситуация. И вот только начинала светать, смотрю, кто-то что-то поливает. Оказывается, наши КПД встает в четыре и поливает весь двор. Делает это он с утра. Не знаю почему. Ни вечером, ни ночью. А именно с утра начинает поливать растения. Я вам вчера показывала, что у нас вот именно вот там, вот видите. А я сейчас не хочу показывать, потому что боюсь, что, как и Лубиха, не там свила себе гнездо. Понимаете? Я переживаю сейчас, что она, видите, ее здесь нету. Что это яйцо может упасть. Видите, яичко. В каком месте она нехорошим свила? Его дотрагиваться до него боюсь. Как она не сообразила. У соседей на балконе вот. Такой видок. У нас никого нет. Все спят в это время, кроме Светланы. Ну, а я пойду сейчас готовиться к йоге. Готовиться к йоге. Пойду. Как хорошо, когда с вечера уберешь. Чистенько пахнет. Вкусно. На коврик. Можно было, конечно, и на улицу выходить, но... Представляете, это я. 2017 год. Десятая. Скоро будет пять лет. Нашей годовщиной сможем. Ну что, друзья мои, буду садиться на йогу. Пять минут осталось. Добрый вечер, мои дорогие. Занимаюсь уборкой. А мой муж пришел с базара. Такую сумку он принес. Еле я распаковала. Только что он вернулся и спросила, что почем. Сейчас все расскажу. Вот это вот все стоит 200 лир. 200 лир, друзья. Харпус два с половиной килограмм. Дыня 20 лир за штуку. Яблоки, он сказал, 8 лир за килограмм. Виноград с 8 с половиной килограмм. Слива 10. Шефталины когда рашками? 12 лир, но такие супер взял. Салаталык? Семь лир. Испанак? 15 лир килограмм. Испанак. Ого. Кёй даматес? Кёй даматес 6, а другую... Это 6 лир, это по 7. Кабак с 8 лира. И столько же стоят и баклажаны. Он хороший взял. Ну и зелень взял, смотрите. Зелень взял. Мяту, петрушку. Шпинат мы любим. Это не рока. Испанак. И морозов. Вот это вот всё стоит 200 лир. Отлично. Ну, в основном это много забрало. 45 сказал вот за это. Ну, а так вот жизнь подорожала. Я помню, 2 года назад за 50 лир можно было купить всё. Сейчас уже 200. Ничего страшного. Всё будет хорошо. Что-то уходит, что-то приходит. А мне осталось убирать этот балкон мой. Всё разложить надо, как всегда, мои дорогие друзья. Хочу показать вам блендер. Вот такой классный блендер. Действительно очень классный. Бош. Бош или браун? Бош. А-а-а. А тут у меня был браун. Но Бош лучше, правда? Вот так вот здесь вот он. Из одной. А крышки не было. Очень странно. Может, у меня осталось? Нет. Крышки не было. Видите? Крышки не было. А может, без крышки. Я уже готовила. Очень мне понравился. Сейчас покажу вам его. Так, смотрите. Вот так вот он выглядит. Здесь несколько скоростей. Тут бесшумный режим. Шумный. Мне очень нравится. Такая красивая насадка. Мини-тюрная. И покажу стаканчик сейчас вам. Вот стаканчик. Стаканчик, стаканчик. Вот такой стаканчик. Ну, здесь нарисована крышечка. Или я ошибаюсь. Сейчас спрошу у мужа. Вот такой вот он блендер мне купил. Я сказала, будем покупать по одной. А потом вот купим и такой. Хочу купить. И постепенно. Качественное. Хорошее. Будем покупать. Ура! Я нашла крышку в коробке. Благодаря вам я нашла. А так бы мы выбросили эту коробку. И на этом бы закончилось всё. Спасибо, что вы у меня есть. Что я снимаю ради вас видео. Всем доброе утро. Уже можно сказать добрый день. Готовлю завтрак быстро. И хочу сейчас вам что-то рассказать. Боже, какая у меня радость. Я как всегда радуюсь. Но нельзя страдать. Так что страдание ни к чему хорошему не приведёт. Сейчас отдам мужу завтрак. И расскажу вам что-нибудь. Всем привет, мои дорогие зрители. Хочу поделиться с вами кое-какой информацией. Вернулась с йогой. Позанимались девочками. Сегодня у меня такие волосики. Девочки, мальчики. Хочу обнести ясность. Что происходит со мной? Одна добрая подписчица написала, что у меня ужасные волосы, сожжённые пакли. И это не волосы, это ужас. Ну, знаете что? Естественно, мои дорогие. Я не обращаю внимания, не поддаюсь действию деструктивного маятника. Хочу объяснить для многих, что со мной происходит. Почему я волосы убираю? Я сейчас отращиваю волосы, не оправдываюсь, просто хочу объяснить. Каждый день мне так и прёт пойти к парикмахеру и срезать. Но мне парикмахер сказал, отращивай волосы, чтобы у тебя эта чёлка была до этих пор. Поэтому я так старательно всё делаю. Ну и во-вторых, лето, каждый день я мою голову по 2-3 раза получается. И, в принципе, сейчас волосы у меня устраивает такая длина. Потом я, конечно, изменись. И, может, я-то сама себя не узнаю такой. Но всё-таки хочу вам что-то рассказать. Так, друзья мои, хочу поделиться с вами новостью. Посмотрите, какой у нас скворечник называется, да? Как хорошо мы придумали с мужем это всё дело. Теперь птички будут у нас жить постоянно. А ещё, почему мы так это всё решили быстро сделать? Потому что вот эта голубиха, она нам принесла второе яйцо. Только что улетела. Я так переживаю за эти яйца, чтобы они упали. Ведь очень всё опасно. Но, видно, она мать рассчитывает, да? Что они не свалятся и ветром не сдует. Будем надеяться, чтобы птенцы не выпадут. Вот это я тоже переживаю. А что я могу сделать? И вот мой муж придумал скворечник. Мы сейчас его укрепим, пока временно повесили. Что ему сделать? Вот мамаша прилетела. Птичка, лапуля моя, посмотри, у тебя какой домик. Я не трогаю твоих лапусик. Я хочу только, чтобы они были живы и здоровы. Сейчас не упущу шанс увидеть их, как они выросли. А то те улетели. Мы даже не знаем, какие они. Вчера я сделала небольшую перестановку здесь. Повесила такой флаг. Всё, друзья мои. Идём сейчас завтракать. Тут я испанак положила в воду уксусную. Промою его и положу в холодильник. Сегодня я решила из куриных такой грудки, там, с мясом, приготовить куриный суп. А может быть и плов сделаю. Ну, а может быть и плов сделаю. Время покажет. Привет, мои дорогие зрители и гости моего канала. Сегодня начинаем вам видео с показа моего ужина, нашего ужина. И, походу, объясню вам кое-что. Значит, мой бизнес-партнёр, Ромочка, приехал сюда в гости для оформления квартиры. Мама его купила. И, естественно, мы ходили тогда, знакомились в тот день с ним. И мне было не до съёмки, конечно, поэтому я и стеснялся, молодой человек. И я не хотела снимать. И вот, мои дорогие, он всё делает постепенно, всё в порядке. Ну, вот, сегодня я его решила пригласить на ужин, приготовить это. И у нас будет курочка на соли потом. А ещё у меня кое-что произошло. Ещё сегодня пришла посылочка от моей мамы. И что вы думаете, что это? Это мои принадлежности по курсу кройки и шитья. Мои вот эти лапки, которые здесь, блин, я не видела. Вот эти двойные иголки я всё перемыла. Этим инструментом лет тридцать чем-то, тридцать пять. Оказывается, я начала обучение на курсы кройки в восемьдесят шестом году, а закончила в восемьдесят девятом. Покажу сейчас. Вот, смотрите, какой старый распоритель. Я всё перемыла, перечистила. А тетради, самое главное тетради. Самое главное тетради и мои ножницы. Сколько им лет, боже. Посмотрим, как они будут резать. Но я их, главное, помыла. И вот ножницы такие, видите, какие, такой крайне ровный. А вот мои тетрадки, они лежат на чистом полу. Мои нитки мамочка передала. Боже, вы не представляете, тут шесть тетрадей. Раз, два, три, четыре, пять. Пять тетрадей – это настоящий клад для меня. Я как села, не могла оторваться. Быстро проштудировала всё. Много чего запомнила, вспомнила. Ой, ну, начнёт Светлана шить. Не по бурде, а вот именно сама делать выкройки. Вот это мне нужно было. Это азы азов. И вот такие вот нитки моя мамуля положила. Вот такой вот у нас замечательный день. Вам желаю прекрасного настроения. А я буду готовиться к приходу гостей. Вот наш холодильник переполненный. Я всё время его показываю. Мне так нравится, да? Мне нравится холодильник мой. Когда переполненный он всем. Вот, смотрите, не открывается. Не открывается. Тут и картофель, и спонак. А это, оказывается, лёд. Мы можем в любое место. Оно морозит 24 часа. И вот поэтому это очень удобная вещь, мои дорогие зрители. Здесь также у нас много чего интересного. Но курочка у меня уже разморожена, приготовлена. Я сейчас её вытащу, положу на противень с солью. И поставлю запекать мои овощи. Кстати, Ромочка и мама его передали нам такие конфетки. Вот. Птичье молоко, наверное, да? Ой, люблю я конфетки. Спасибо, Людочка. Если ты меня смотришь, Людмила смотрит меня всегда. Спасибо. У меня такие друзья хорошие. Боже мой. Просто большая благодарность. Ну, а сейчас я духовка нагрелась. Поставлю это. Как это вкусно! Я сейчас вот попробовала. А ну, знаете, совсем другой вкус. Во-первых, полезно, да? Полезно. Этот чесночок пропёкся. Очень вкусно вышло. Катюша, спасибо огромное. Хорошая идея. Такое, мне кажется, понравится моему вкусу. А я раньше делала как-то не... Ещё Катя сказала, что можно добавить фарш. Но фарш я не буду делать. Потому что, смотрите, я поставила курицу на соли. Так что овощи готовы. Будем ждать курочку. Гости, гости идут к нам, гости. Посмотрите, какая курочка получилась. Я думаю, что ничего. Нормально. Можно было ещё, в принципе. Гости, гости идут к гостям. И это достаточно. Вот так вот. Всё, горяченькая. Ждём гостей. Рома, Рома у нас в гостях. И друг мужа моего. Чуть-чуть пускай ещё пожарится. Мы поужинали. Сейчас я иду готовить чай. И друг мужа принёс пасту. По-турински паста – это торт. Посмотрим, что здесь такое. Что прячется под этой красивой упаковкой. Открывайся, Сим-Сим, откройся. Вот такой красивый тортик. Ну что, приятного нам аппетита. И всем добрый вечер. Хочу показать вам, сколько я много рисую. Последнее время я занимаюсь рисованием на заказ, мои дорогие. Так, и о чём бы я хотела на фоне этих красивых рисунков с вами поделиться, как и обещала. Вот мой диплом. Кройки и шития, 86-й год. Отлично, отлично. Свидетельство. И в то время, это было, значит, 16 лет я начала и 18 закончила. Вот смотрите. Вот Светланка. Как мама откормила Светланку, мама повар откормила. Я сама даже сейчас показала, аж кэбой, пупушечка. Пупушечка. Мамина доча была. И вот мои табеля. Сейчас покажу вам. Мне так приятно. 86-й, 87-й. Смотрите. Одни пятёрки. Сколько я вещей сшила? 15. И вот. Сарафан разный, ахалат, фартук. Начала с детского лифчика. Детские трусы, детское платье. Мужская сорочка. Так, вот так вот я занималась. Это второй мой курс. Я помню, мама как контролировала меня, чтобы я не пропустила занятия. Ходила два года со мной училась. Но третье она уже не смогла. Подростковое платье. Все пятёрки. На втором году я пошила 14 вещей. Фарту. Платье с точным рукавом. Юбки. Три юбки я сдала. Видите? Три юбки. Платье с подкройным рукавом. Пижама. Мужская сорочка. Платье с расплатья. Костюм. Брюки. Реглан. Платье. Платье любого покроя. Карманы пять штук. Вот, мои дорогие. Пятёрошница была. У нас такая учительница была. Екатерина Дмитриевна. Спасибо огромное. Уже, наверное, её нет в живых. И вот платье с точным рукавом. Видите? Все пятёрки. Пятёрочки. Кимоно. Платье с рукавом реглан. Платье комбинированного покрой. Мужская сорочка. Три мужские сорочки. Видно, даже брюки. Блуза, юбки. Платье. Сарафан. Платье на заказчика. Реставрировано нету. Ле... Ле... Какое... Детское платье. Разное. Контрольные работы. И вот контрольные работы. На основе вточного рукава. На основе реглана. Контрольная работа на основе цельнокройного рукава. И экзаменационная работа. Вот, мои дорогие. С этим я хотела поделиться. Буду заканчивать видео. Спокойной вам ночи. Сладких снов. Идём дальше. Работаем, шьём. Рисуем. Занимаемся бизнесом. Зарабатываем деньги. Купаемся. Пока есть возможность. На море. Получаем. Ультрафиолетовые лучи. Ходим по 10 тысяч шагов. И скоро начинается моя зумба. 10 числа я пойду на первый урок. А 9 у меня конференция. Ну и начнётся опять спортивная моя такая активная жизнь. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления.